Итак, мой третий проект сферической акустики на широкополосных динамиках. Ни о преимуществах сферической формы корпуса колонок повторяться в этом видео я не планирую, ни дифирамбов в адрес широкополосников отгружать не буду, просто сам факт того, что хотел разок попробовать зазнакомиться, а зацепило настолько, что ваяю уже третий вариант, говорит сам за себя. Были сферы в пластике, корпусами садовые фонарные плафоны, были в дереве, склеенные из полусфер бамбуковых мисок Икеа в вариантах 200 и 280 мм, а теперь компактная, диаметр менее 200 мм и, как по мне, тоже очень стильная, из керамики. Так и вижу их на камине в уютной небольшой комнате или спальне. Впрочем, на замену компьютерной акустики личности творческой к прекрасному тяготеющей тоже вариант. Подходящие запросы у вазочки шаром нашел на озоне, понравились вот такие, глянцевая ручная работа. Правда, выбрал в итоге черные. В обработке материал, конечно, посложнее, однако вся суть ее в пяти дырках, пара под клеммы и три под ноги. Просверлил их алмазным трубчатым сверлом по керамике. Толщина стенок миллиметра три всего, но материал твердый и хрупкий, так что с водичкой, не торопясь, минуты по 3-4 на каждое. Другая особенность керамики, конечно же, в том, что она звенит, а нам оно ну вообще не в кассу. Поэтому после сверления двухэтапная внутренняя отделка. Сначала армирую изнутри стекловолоконной самоклеящейся сеткой, банально строительная серпянка, космические технологии из ближайшего супермаркета. И заливаю по стакану с горкой эпоксидки в каждую. Ротационный метод распределения обкатан на склейке сфер. Да, все клеммы и ноги к моменту заливки уже на местах, вкручены со здоровенными шайбами для максимального распределения нагрузки на корпус в слое стекловолокна. Этот слой фиксирующий и укрепляющий, а на него еще слой битумно-мастичной вязкой самоклейки СТПшки. Аудиофилы-автомобилисты с этими листами эффективного вибропоглотителя прекрасно знакомы. В итоге корпуса становятся не только в разы более прочные, но и совершенно глухие, но удар реагируют как будто каменные, то что надо. Ну и собственно установка динамика, а выбран на столь ответственную роль малышев Е87Е. Прекрасный экземплярчик от японского лидера широкополосных драйверов Фостекс. И тут снова проба пера. В этом проекте я, наконец, поскольку давно чесалась, применяю современные аддитивные технологии 3D-печать. Это ж просто бомба, до чего дожили. Отрисовываешь, допустим, в любимом скетчапе, он уж лет 5 как умеет в формат СТЛ экспортировать, любую фигню. И в ближайшей парадной тебе энтузиаст твою уникальную деталь печатает по сносной цене шикарно. Я использовал черный пластик 5G, он покрепче, ну и заполнения в 20-30% более чем достаточно. При этом занятно, что проставки эти пришлись всей конструкции настолько под гарнир, что я не обрабатывать как-либо, не окрашивать их не стал. Вклеил по всему периметру герметично и прикрутил динамики. Такая вот простая конструкция, в общем. На роль задних опор за неимением лишних шипов пригодились керамические мебельные ручки-шарики. Ну и подпередние организовал самодельные птыки. Колонки маленькие, вес каждого около 2 кило, в общем из рублевых монет. Одну сторону которых сошкурил и отполировал до зеркального блеска, не забыв разок предварительно кувалдочкой аккуратно через керн тюкнуть по центру. А на вторую сторону приклеил войлочные накладки для мебели. Короче по 6 рублей себестоимостью каждая шайба. Вот собственно и все. Все нюансы и секреты раскрыл. Кому зашло, действуйте. Случатся новые идеи, присылайте. А то вдруг у меня закончится. Что теперь? Теперь сделаем вид, что послушаем на вашей акустике мою ютубом пережатую. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok